Япония – это сочетание прошлого и будущего. Токио завораживает своей традиционной культурой и страстью ко всему необычному. Токио может удивить каждого, кто посетит этот город. Этот город никогда не стареет. В нем есть все, что необходимо для спокойной и счастливой жизни, и все это на высочайшем уровне. В Токио есть бары, кафе, рестораны. Их здесь столько, что простому туристу просто невозможно посетить их за всю свою жизнь. Поездку в Японию можно сравнить с погружением в сердце древней цивилизации, где дух и образ жизни остаются неизменными уже многие века. Токио – это город, где сталь и стекло сочетаются с традиционными материалами. В этом городе японцам удалось объединить природу и бетон, оживить серый цемент и примирить традиции и прогресс. Наша съемочная группа отправилась в Токио, чтобы встретиться с дачкой Масутацу Аямы, легендарного мастера боевых искусств, основателя Кёку Синкай карате, и узнать из первых уст, подробности жизни Сосая. Каким же, на самом деле, был король карате? Дочка легендарного мастера карате, Куристина Аяма, пригласила нас в додзио своего отца и любезно согласилась на интервью. Я младшая дочь Сосая Аямы, и на сегодняшний день, я возглавляю ассоциацию Кёку Синкай карате. Также, я управляю предприятием Масутацу Аямы, которое учредили мои родители. Сосая Аяма, посвятил много лет своей жизни, тяжелой работе, и прожил нелегкую жизнь. Он долго жил в одиночестве, в горах. Хотел издать книгу на английском. Предложил бой в полный контакт, после чего, его начали называть сумасшедшим. Моему отцу понадобилось немало времени, чтобы остаться самим собой. Годы упорных тренировок, позволяют ученику стать мастером, стать на путь боевых искусств. При овладении базовой техникой, каждое движение необходимо повторять несколько тысяч, и даже десятки тысяч раз. Такие тренировки очень утомительны, но они укрепляют волю, которая крайне необходима каратисту. Аяма Масутацу Мой отец был очень любящим. Он обладал глубоким чувством любви не только по отношению к своей семье, но, как мне кажется, и ко всем без исключения людям. Он с особым уважением относился к моей маме, Чака Айяме. Он всегда поздравлял ее с днем рождения, следил за тем, чтобы отметить их годовщину свадьбы. Каждый месяц, водил ее в кино. Отец был очень пунктуальным и строгим в отношении времени. У него все было расписано по часам. Он всегда возвращался домой в одно и то же время, в 18 часов 30 минут, а в 19 часов ровно мы ужинали. Так продолжалось всю нашу жизнь. Стоило мне опоздать, хотя бы на одну минуту, как отец начинал сердиться и ругать меня. По своей натуре, он был очень нежным и милым, очень добрым и чувственным. Мне кажется, что эти качества также проявлялись и в его отношении к Учидеши, и особенно к студентам, которые приехали из-за рубежа. Он проявлял к ним огромное сострадание, понимая, что им довелось оставить свои семьи далеко за океаном, ради обучения кёку-синкай карате. Три раза в неделю, в среду, четверг и субботу, после дневной тренировки, в 16 часов ровно, отец всегда занимался каллиграфией. Он также любил играть на японской флейте. Это хобби, возникло до того, как отец построил хомбу додзо. Также, у отца был маленький пёс, по кличке, Лулу. Когда мои родители жили в районе, и Табаши, недалеко от Икибу Кура, у них был небольшой дом, и задний дворик, где играл Лулу. Там мой отец тренировался. Сохранилась даже фотография, на которой отец вместе с Лулу. Соседские дети часто прибегали посмотреть, как тренируется Сосай Айяма. Поэтому, отец решил построить Айяма додзо. Кстати, в додзо, также жил маленький котенок, но я уже не помню, как его звали. Жизнь человека, обретает славу, и силу тогда, когда она шлифуется в процессе преодоления трудностей. Масута Цуайяма. Он очень сильно верил в силу женщины. Он верил в образование, и всячески поддерживал нас с сестрой в учёбе. Отец использовал, и привлекал разные способы получить знания. И я считаю, что он смог дать нам очень хорошее образование. Он хотел, чтобы мы путешествовали, и узнавали новые культуры. он сам был очень образованным, и считал, что женщина должна быть независимой. он считал, что образование, в особенности для женщины, это право голоса, услышанного во всём мире. Отец очень любил читать. Он мог прочесть шесть или семь книг в неделю. Его книжные полки были переполнены книгами различных авторов и изданий, и он их часто перечитывал. Мама была для отца огромной поддержкой в кёку-сен-кай карате. И он знал, что занимается развитием и распространением этого боевого искусства ради неё. И если бы это было не ради мамы, то он не стал бы таким, каким мы его знаем. Я дрался с самыми сильными бойцами этого мира. И я выиграл эту битву. Но у меня осталось ещё много дел, которые нужно довести до конца. Масута Цуаяма В младших классах я училась в католической школе. И однажды, отец выступил в роли Деда Мороза на моём школьном рождественском вечере. Для Японии было необычным праздновать Рождество, но он всё-таки пришёл на праздник и присоединился к другим папам из нашей школы. Хотя многие дети его боялись, всё же это было очень забавно. Он любил детей. Наш мир презирает грубых и неприятных людей, которые полагаются только на силу и смелость. Следовательно, вежливость и почтительность для каратистов более важны, чем для других людей. Масута Цуаяма В обычной жизни, отец был очень скромным. Многие его воспринимали как Бога, но в домашних стенах он был совершенно обычным человеком и очень простым по отношению к своим ученикам. Мы часто говорили с сестрой о том, насколько он любил своих студентов, которые не просто посвятили себя занятиям, а которые, прежде всего, уважали и ценили его караты. Это представляло для него большую важность. Это было очень важно и трогательно для него и побуждало совершенствоваться еще больше и больше. Если бы меня спросили, чему должен уделять человек большую часть своей жизни, я бы ответил, тренировка. Тренируйтесь больше, чем спите. Независимо от того, какую цель вы преследуете. И вы не пожалеете, если будете следовать этому жесткому правилу. Масута Цуайяма. Мой отец был другом для огромного количества людей. Но я не уверена, были ли все эти люди такими же друзьями для моего отца. Он был лидером, отчасти одиноким в своей жизни. Когда наша организация стала на ноги и окрепла, появилось больше ответственности. Отцу было сложно найти тех людей, которые смогут понять, что именно он хочет создать. Он видел неоспоримые факты того, что Кёку Синкай любят и почитают во всем мире. Это сыграло ключевую роль в дальнейшем развитии карате. На пути воинского искусства нужно во всем быть первым. Но при этом не допускать столкновений из-за личной корысти. Масута Цуайяма. Лучшим другом Сосая Аямы, конечно же, была моя мама. Был еще один человек по имени Майада. Он обычно снимал на камеру все турниры и все публичные выступления отца. Он также снимал наши домашние праздники, дни рождения мамы и сестры, наши выпускные вечера. Мне кажется, они с отцом были достаточно близки. Хотя даже в то время Сосаю было нелегко. Самым важным в карате являются базовые упражнения. В них переплелись все техники защиты и нападения. По этой причине мы должны в совершенстве знать их значимость. И мы должны правильно их выполнять. Масута Цуайяма. то, что отец почувствовал, так это дух карате. Сосай Аяма был настолько впечатлен сюжетом известной повести Яшикава Эджи о великом Миэмото Мусаси, что задался целью просить автора написать для него клятву додзю, известной как додзюку. Каждый день отец приходил к дому Яшикавы, где часто собирались люди с намерением взять интервью или автограф. Его не пропускали вовнутрь, за ворота, потому что отца никто не знал, и у него не было договоренности о встрече. Каждый день он ждал за ограждением дома в надежде, что выйдет Яшикава. И однажды отец заметил, как во дворе экономка, домработница, пытается разжечь огонь. Он предложил ей свою помощь, но женщина не отреагировала. Вскоре мой отец помог ей, и за миг все устроил. Экономка ушла в дом и рассказала Яшикаве о моем отце, Сасая Айами. Таким образом, отец был записан на встречу с мастером, в результате чего была написана клятва Додзе. Клятва Додзе. Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Мы будем следовать истинной сути пути боевого искусства, чтобы наши чувства все время были наготове. Мы будем упорно стремиться к преодолению своего эгоизма. Мы будем придерживаться правил этикета, проявлять уважение к старшим и воздерживаться от насилия. Мы будем почитать наших богов и никогда не будем забывать о такой добродетели, как скромность. Мы будем стремиться к мудрости и силе, оставив иные желания. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути к кокусине. Текст этой клятвы написал Масута Цукояна вместе с Йодзи Йосикавой, автором книги о легендарном воине Миэмото Мусаси. С этой клятвы неизменно начинаются все тренировки под кокусин-карате. Изначально Додзио моего отца с 1960 года арендовалась в балетной студии, в которой, кстати, занималась балетом моя старшая сестра. В 1962 году Додзио переехал сюда. Каждый, кто побывал здесь, даже Курасава, Джон Блуминг, Стив Арнейл, Ховард Коллинз, Брайан Фиткин, Дольф Лунгрин, все они прошли здесь аттестации и спали на этом полу. Аттестация. Это бой со ста противниками. Карате. Это значит закалять дух и шлифовать технику. Но суть карате заключается в том, чтобы всегда быть готовым к смертельному поединку. Масута Цуайяма Саосай Масута Цуайяма прожил 71 год и умер в 1994 году. Он похоронен на кладбище в Токио, где покоятся многие уважаемые люди Японии, основатели компаний Toyota, Mitsubishi и многие другие. Прах великого мастера Кёку Синкай Карате, еще при жизни ставшего легендой боевых искусств, покоится на кладбище, рядом с храмом Гококудзи. Многочисленные ученики и последователи Кёку Синкай Карате приходят сюда, чтобы отдать дань уважения одному из самых знаменитых представителей боевых искусств, обладателю 10-го дана, создателю стиля Кёку Синкай Карате Масутатсу Айяме. На каменном основании стоит прямоугольная плита из черного камня с надписью и иероглифами Айяма. Рядом, небольшая каменная пагода с символом Канку у основания. Мой отец сильно болел, он страдал раком легких. Болезнь поразила всю дыхательную систему. Это стало причиной его смерти. Он был погребен на кладбище буддистского храма Гококудзи, где также захоронено много выдающихся людей, в частности, писатель книги комиксов Кадзивара Ики. Туда, на могилу Сосае, приезжал даже Далай-лама. Пагоды и древние фонари украшают храм Гококудзи. Повсюду лежат древние камни и статуи божеств. Это особая достопримечательность храма, им уже несколько сотен лет. Продолжение следует... Центральный храмовый зал деревянный и имеет прямоугольную форму. Раздвижные двери раскрыты для посетителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Перед смертью, отец звонил мне в Америку. Это был его последний вечер. Я тогда была в школе. Он оставил мне сообщение на автоответчик. Я перезвонила в госпиталь, и узнала, что он уже умер. Это, конечно, был шок. Я незамедлительно побежала покупать билет на самолет в Японию. Дальше последовали все остальные нюансы, связанные с этим событием. Но что важно, что с момента его смерти, я помню только хорошие моменты. Когда отец был жив, у нас с ним были особые отношения. И сейчас, когда прошло много лет, и его больше нет с нами физически, я помню о нем все только хорошее. Человек, идущий по пути боевых искусств, берет на себя ответственность, и никогда от нее не уклоняется. Такие люди всегда остаются молодыми. Масута Цуаяма В организации похоронной процессии участвовало более 6 тысяч человек. Додзё, посетило порядка нескольких тысяч человек. Это был тяжелейший момент для всех нас. Мы долго прощались, и не хотели, чтобы он нас покидал. Высоко в горах, почти за облаками, находится тренировочный лагерь Кёку Синкай Карате. Тренировки там начинаются ранним утром, еще до восхода солнца, а заканчиваются глубокой ночью. Мастера Карате стоят под холодными струями водопадов, шлифуют технику и укрепляют свой дух. Синкай Синкай Субтитры делал DimaTorzok На протяжении длительного периода времени, мой отец находился в горах, где тренировался и совершенствовался. Также в горах, отец организовывал зимний тренировочный лагерь, который впоследствии стал ежегодным. Мемориальный комплекс был организован и построен Канче, Есидзи, Саэна и Шидокан Караты. Он изначально был главой отделения Кёку Синкай, но потом он отделился, и стал независимым мастером. Он как-то предложил моей маме, у нас должно быть место, куда люди могли бы приходить, и видеть Са Сая. Это не связано ни с какими организациями, и религиями. Синта, сегодня открыта для всех без исключения. Поскольку отец тренировался в горах, мама решила создать там мемориал и дать возможность людям посещать это памятное место, так же как и храм Гококуджи. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!